Добрый день, дорогой другий коллега! Приветствую вас в видеокурсе Азбука создания тренинга. Меня зовут Наталья Волосаева и я бизнес-тренер. Витальную информацию обо мне можете посмотреть на моем личном блоге Волосаева.com. А мы с вами сегодня начинаем интереснейший курс о создании бизнес-тренинга. На протяжении всего видеокурса мы с вами рассмотрим, как же можно легко, просто и быстро создать бизнес-тренинг. Как начинать, как заканчивать тренинг, в чем особенности тематического блока тренинга и в чем есть секреты и хишечки, которые вам, как бизнес-тренеру, важно и можно знать. Об этом всем будем говорить на протяжении пяти видеоуроков. И сегодня наш первый видеоурок будет посвящен тому, чем отличается бизнес-тренинг от тренинга личностного роста, в чем особенности обучения детей и взрослых, что такое цикл полного и чем его едят. А также мы с вами в этом видеоуроке первым рассмотрим структуру тренинга. Готовы приступать? Тогда будем начинать! Итак, в чем же основное отличие тренинга личностного роста и бизнес-тренинга? Прежде всего, хочется обратить внимание на цели этих тренингов. Потому что целью тренинга личностного роста является развитие внутреннего мира участников, их взглядов, ценностей, какого-то, какой-то ситуации, отношения к ней и так далее, и тому подобное. Целью же бизнес-тренинга является решение бизнес-задач с помощью развития умений и навыков участников тренинга. Они становятся более профессиональными, благодаря тому, что практикуют определенные техники, навыки, которые позволят им в решении их бизнес-задач на рабочем месте, благодаря чему бизнес увеличивает свое развитие. Поэтому целью бизнес-тренинга не есть влияние на взгляды и установки и внутренний мир участников. Мы, как бизнес-тренера, не лезем во внутренний мир человека. В отличие от тренинга личностного роста. То, что тренинг личностного роста для этого и создан. Для того, чтобы личность участников крепла, чтобы они становились более развитыми, более сильными, и улучшалось их внутреннее я и внутреннее состояние. Поэтому очень важно измешать понимать, что бизнес-тренинг помогает отшлифовать навыки, умения, профессиональные качества участников тренинга, для того, чтобы они были более профессиональными на своих рабочих местах. А тренинг личностного роста уже нацелен на внутреннее я, на внутренний мир человека. И второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, кто выступает заказчиком того или иного тренинга, и кто выступает участником. Заказчиком тренинга личностного роста выступают сами участники. И он строится, исходя из их ожиданий, их взглядов на ситуации. Заказчиком бизнес-тренинга выступает бизнес. Обычно тот, кто стоит во главе или руководитель, который считает, что его подчиненным необходимо развить те или иные навыки или же качества. А участниками тренинга выступают уже все самые подчиненные, которые не всегда уверены в том, что им нужно развивать то, что им заказали. И очень часто бизнес-тренера сталкиваются с такой ситуацией, что к ним пригнали на тренинг людей, а они вообще не хотят учиться. Поэтому ключевой целью бизнес-тренинга, еще помимо всего прочего, помимо всех остальных целей, которые ставит бизнес, есть как раз задача соединить ожидания заказчика и ожидания участника в единое целое, для того, чтобы результат получили при этом все. Вот такие вот отличия. И дальше во всем видеокурсе мы будем с вами говорить о именно бизнес-тренинге, о том, как его наполнить, как его создать и как его разрабатывать. А что же тогда такое бизнес-тренинг? А бизнес-тренинг – это изначально спланированный процесс обучения, который нацелен на развитие профессиональных умений и навыков участников тренинга, и это происходит на основе уже того опыта, который у них есть, для того, чтобы они повышали свою эффективность в бизнес-среде. При этом, дорогой друг, когда мы говорим с вами о бизнес-тренинге, важно помнить, что на тренинг к нам приходят взрослые, уже сформировавшиеся люди. И очень важно понимать особенности отличия в обучении детей и взрослых. В чем же ключевая разница? Если взять маленького ребенка до 12 лет, соответственно, он обучается чему? В общем, абсолютно всему тому, чему вы хотите его научить. Он вам берет на слово, он с радостью повторяет за вами всю информацию. Вы показываете, как рисовать, он рисует. Вы говорите, что нужно делать вот так, и он делает. Взрослый человек, то есть ребенок старше 12 лет, уже так просто обучаться не будет. Он будет делать что? Только то, что он хочет, что ему выгодно, и в чем он видит для себя ценность. Именно поэтому очень важно понимать, что когда мы обучаем взрослых, они просто так не готовы учиться. И наша задача как бизнес-тренера их смотивировать на обучение. Поэтому каждая тема, которую мы будем рассматривать, должна содержать в себе еще и мотивацию на ее изучение. Очень важно в начале каждой темы объяснить, чем она будет полезна, какую пользу получит человек, какие выгоды, чему научится, как сможет это применять, как вырастет его доход и так далее. Это касается всего тренинга в целом и каждого блока тренинга по отдельности. Эту закономерность вывел Дэвид Колл. О нем мы дальше и поговорим. Дэвид Колл является специалистом по психологии в области обучения взрослых. Модель Колла посвящена поэтапному формированию умственных действий. Она в различных вариациях широко используется в ходе любого формата интерактивного обучения. Теория Колла содержит четыре основные стиля обучения, которые основаны на четырехэтапном учебном цикле – в цикле Колба. В основе цикла Колба лежит необходимость поднять опыт участников в рамках изучаемой темы. Не захочет взрослый человек просто так что-то рассматривать, доверять вам в том, что то, что вы будете ему предлагать, ему будет интересно, важно и нужно, пока он не осмыслит свой собственный опыт, который у него был, как считает Дэвид Колб. Вначале очень важно задать человеку вопрос, есть ли у него опыт по теме, которую вы будете рассматривать. После этого очень важно, чтобы он осмыслил свой опыт, насколько он был успешным, наступал ли он уже определенным образом на грабли в рамках этой темы, как он выходил из ситуации, какие решения использовал. И только после этого, как считает Дэвид Колб, человек будет готов воспринимать новую теорию, которая поможет быть ему более эффективным в рамках изучаемой темы. После того, как человек получит инструменты работы, получит новую информацию, он будет готов перейти к этапу эксперимент, а именно попробовать на практике то, что он только что услышал, и потом опять перейдет к осмыслению своего опыта. Как вы видите, цикл Колба – это довольно-таки замкнутый круг, в основе которого лежит интерес к опыту человека, необходимость его осмыслений, только потом переход к новой теории и к применению знаний на практике. И потом все повторяется по новой. Давайте же с вами теперь рассмотрим, как цикл Колба ложится в основу тематического блока тренинга. Готовы? Тогда переходим к следующей теме. Итак, дорогой коллега, давайте же с вами рассмотрим, как будет выглядеть цикл обучения на тренинге. Та схема, которая сейчас откроется перед вами, ложится в основу каждой темы, которую вы будете рассматривать на тренинге. Итак, с чего же все начинается? А все начинается с активизации внимания участников и с актуализации их профессионального опыта. Для того, чтобы ваши участники тренинга были готовы рассмотреть ту или иную тему, для начала вам, как тренеру, необходимо завладеть их вниманием, а именно его активизировать. Это можно сделать с помощью разминок, с помощью определенных упражнений, а также с помощью разных методов бизнес-тренинга. При этом очень важно, чтобы перед изучением темы вы коснулись такого вопроса, как опыт участников. Помните, как в цикле Колба? Для начала очень важно, чтобы участник осмыслил свой собственный опыт. Поэтому ваша задача как тренера – также задать уточняющие вопросы, был ли у участников опыт в рамках такой темы, какими инструментами пользовались, что же знают и чем владеют. А также очень важно помнить, что на изучение абсолютно любой темы, какую бы вы ни рассматривали на тренинге, необходимо участников смотивировать. Поэтому в активизации «Внимание. Актуализация профессионального опыта» в этом этапе еще есть один маленький секретик. Ваша задача здесь – продать участникам тему, которую вы будете рассматривать, а именно – показать, в чем выгода для них в изучении этой темы. И тогда, когда они уже готовы ее изучать, когда они уже просят вас рассказать о новых техниках, новых методиках, вы переходите к передаче информации. На этом этапе, обычно в формате мини-лекции, вы передаете участникам знания о новых техниках и новых инструментах работы, которые будут полезны им в их практической деятельности. И после того, как вы рассмотрели определенный алгоритм или инструмент работы, ваша задача – дать вашим участникам возможность попробовать, как это работает, с помощью определенных упражнений. На этапе практика участники пробуют, как работает тот алгоритм или та схема, которую вы дали, или же понимают, как применить ту информацию, которую вы рассказали. И после того, как у них появился новый опыт, мы переходим к подведению итогов, к осмыслению нового и полученного опыта. На этапе подведения итогов ваша ключевая задача – сделать так, чтобы каждый из участников мог осмыслить свой опыт. Он мог проговорить, что для него было важным, что было полезным, чтобы он мог закрепить полученную информацию и задать все вопросы, которые у него остались. И только после того, как произойдет подведение итогов, есть смысл переходить к новой теме. Вот такой вот он цикл обучения на тренинге. Здесь есть еще маленькое дополнение. Каждая тема, которую вы рассматриваете на тренинге, просто обязана соответствовать всем этим четырем этапам. И также важно понимать, что если вы даете участникам инструмент и при этом не создаете условий, чтобы они попробовали его на практике, чтобы они пощупали, как это работает, у ваших участников будет ощущение зря потраченного времени и непрактичности вашего тренинга. Поэтому, дорогой мой коллега-бизнес-тренер, запомните, если вы даете какие-либо алгоритмы, инструменты, ваша задача сделать так, чтобы участники на практике попробовали, как это работает. Если же вы не знаете, как это можно применять на практике, или у вас нет времени, вы не даете им возможность это отпрактиковать, тогда лучше такой алгоритм или такую информацию вовсе не давать. Поэтому будьте внимательны, для того, чтобы абсолютно любая тема, которую вы рассмотрели, была практически применима. И еще хочу добавить пару слов о подведении итогов. Потому что на практике столкнулась в такой ситуации, что некоторые тренеры идут по циклу обучения на тренинге и почему-то забывают или считают ненужным подводить итоги тренинга. При этом подведение итогов тренинга является важным и основополагающим этапом в цикле обучения на тренинге. И давайте же рассмотрим, почему. Ну, во-первых, подведение итогов служит для тренера сигналом о том, как участники восприняли информацию. То есть это своеобразная диагностика, восприятие информации, которая только что была в блоке. Также повторение рассмотренного материала в подведении итогов блока стимулирует запоминание участниками материала, который был озвучен. Подведение итогов также позволяет участникам высказать свое отношение к рассмотренному материалу и к его применению. И вы, как тренер, будете понимать, как им легла эта тема, как они к этому относятся, что у них получается, что не получается, какие ошибки. Ваша задача – это все осознавать в подведении итогов блока и понимать, готовы ли вы двигаться дальше. Также подведение итогов позволяет осмыслить новый опыт и сравнить его с предыдущим опытом. Также позволяет участникам выделить для себя ключевое в рассмотренном материале и позволяет задать вопросы по теме, ответы на которые еще интересуют участников. Ваша задача – организовать подведение итогов в доступном для участников формате, чтобы у них была возможность как задать вопросы, так и осмыслить свой опыт. Поэтому очень важно, чтобы у вас в тренинге, в каждой теме вашего тренинга присутствовало подведение итогов. А сейчас давайте на примере посмотрим, как же работает цикл обучения на тренинге. И давайте я приведу вам пример цикла обучения на тренинге на такую тему, как схема работы с возражениями. Ну и для начала в активизации внимания как необходимо поступить, исходя из того материала, который мы только что рассмотрели. Для начала необходимо сактивизировать внимание участников на теме, которую вы будете рассматривать. Ну допустим, что это вы сделаете с помощью определенного упражнения или разминки, и потом с помощью бизнес-мостика подведете их к передаче информации. И еще также важно вспомнить, что необходимо актуализировать их опыт. Для этого можно спросить у участников, как они работают с возражениями, какие схемы или техники используют, какого результата добиваются. И также можно их смотивировать на изучение вашей схемы работы с возражениями, которую вы будете рассматривать. Например, сказать им, что хотели бы вы, дорогие мои участники, прорабатывать абсолютно каждое возражение ваших клиентов с легкостью. Было бы вам интересно знать, какими инструментами, какой схемой работы возражения пользуются во всем мире, вне зависимости от специфики ее применения. И эта схема позволяет с легкостью одолеть любое возражение. Было бы вам это интересно. Конечно же, они с удовольствием захотят узнать, что это за схема работы с возражениями, и вы в передаче информации им про нее расскажете. И после того, как вы рассказали про схему работы с возражениями, про каждый из ее этапов, вы переходите к практике. Здесь вы организовываете работу участников так, чтобы они в рамках упражнения на практике попробовали, как работает ваша схема. Например, берете стандартное возражение, которое встречается у них в работе, и даете им возможность организовывать условия, чтобы они попробовали их прорабатывать по рассмотренной схеме. И потом в подведении итогов, конечно же, задаете вопрос о том, что это была за техника, как она работает, и просите их высказать свое отношение к этой технике, о том, что получилось, что не получилось, на что обратили внимание. И также предлагаете им сравнить эту технику с теми техниками работы с возражениями, которые они использовали ранее. Вот такой вот цикл обучения на тренинге. Смело его используйте, и вы уже после первого тренинга заметите, как сильно повысится эффективность ваших обучений, и как будут смотивированы участники на следующие тренинги. А для того, чтобы тренинг был структурированным, грамотным и красивым, давайте же с вами рассмотрим, какая должна быть структура у тренинга, из каких этапов и блоков она состоит, и что лежит в основе. Готовы? Тогда переходим к следующей теме. Итак, структура тренинга. Из чего она состоит, из каких основных этапов? Давайте же с вами рассмотрим. Самый первый – это начальный блок. Что же входит в начальный блок? В начальном блоке обычно находятся small talk, маленький краткий разговор, также представление тренера, представление программы тренинга, регламент работы, знакомство участников, ввод правил и ожидания. И после того, как начальный блок пройден, мы переходим к тематическим блокам. А вот тематический блок как раз выглядит так, как вы уже знаете. Каждая тема формируется в рамках цикла обучения на тренинге, в основе которого лежит цикл колба. И когда вы рассмотрели одну тему по циклу колба, вы переходите к следующей теме, которую тоже рассматриваете по циклу колба. И так столько тем, которые позволят раскрыть тему вашего тренинга. И в конце обязательно есть завершающий блок. Завершающий блок состоит из подведения итогов тренинга, из возврата к ожиданиям тренинга, из финального дебрифинга, финального слова тренера, заполнения анкет обратной связи, тестирования, вручения сертификатов и обмена контактами. Вот она структура тренинга у вас на ладони. В следующих видеоуроках курса Азбука создания тренинга мы будем рассматривать каждый из этих этапов очень детально. Поэтому готовьтесь к восприятию новой информации. Вот и подошел к концу первый видеоурок. Сегодня мы с вами проделали огромнейшую работу. Мы рассмотрели, чем же отличается бизнес-тренинг от тренинга личностного развития. Также мы с вами поговорили о особенностях обучения детей и взрослых. Теперь вы точно знаете, что такое цикл колба и как он транслируется в цикле обучения. Также мы с вами рассмотрели, как на ладошке, да, всю структуру тренинга. Вы знаете, из чего состоит начальный блок, тематический блок и завершающий блок тренинга. И уже завтра, в следующем видеоуроке, который вы получите ровно через 24 часа, мы поговорим с вами о начальном блоке тренинга. Как же вкусно и грамотно начинать любой тренинг, для того, чтобы он, как локомотив, запустил в действие весь механизм тренинга. Готовы? Тогда дожидайтесь видео завтра. Я с вами прощаюсь, при этом ненадолго, всего на 24 часа. С вами была Наталья Волосарова. До встречи в следующем видеоуроке. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова